Матра, Роден, Кидора Находясь в форпосте Монарха под номером 67, расположенном в Мюнхене, Германия, Титан был обозначен как Титанус Мафусаил. Было снято несколько рентгеновских снимков, один из которых кратко рассматривается Марком Расселом при просмотре файла Мафусаила. Позже Мафусаил выходит из пячки из-за призыва нового Альфы, Гидоры. Следуя приказам своего нового Альфы, Мафусаил начинает охотиться на земле со своей новой стаей, начиная с атаки на близлежащую железную дорогу в Мюнхене. Мафусаил, также называемый Титанус Мафусаил, представляет собой гигантского гибрида кайдзю из животного, растения и горной породы. Создан Legendary Pictures, впервые появившийся в фильме Годзилла Король Монстров в 2019 году, в роли второстепенного Титана, который подчиняется Гидоре, а затем Годзилле. Мафусаил является библейской фигурой, известной своей долгой жизнью. Эта черта характерна почти для всех других употреблений слова Мафусаил, включая самую старую планету, самую старую звезду и белки, которые продлевают жизнь насекомых. Это предполагает, что Мафусаил очень древний, даже старше, чем другие Титаны, но значение ими не остается неизвестным. Мафусаил – это четвероногий кайдзю, у которого на скалистой спине растет лес. Мафусаил имеет большие белые глаза и рот с большими зубами. У него также есть большие рога, растущие вниз от макушки головы, которые скручиваются вовнутрь, а также когтистые передние конечности, на задних у него были копыта. Помимо всего вышеперечисленного по задумке, у Мафусаила есть хвост, как у рептилий, и большие шипы на его спине, подобные тем, которые есть у Годзиллы, но неизвестно, воплотят ли эти особенности в жизнь. В фильме Мафусаил движется медленно и неуклюже из-за большого груза на спине. Согласно легенде, Мафусаил разрушил деревню в Мюнхене, а затем уснул на ее обломках. За это время на нем успел вырасти лес, и все люди считали его горой. Пока монарх не обнаружил его истинное происхождение. Из-за того, что его спина состоит частично из горной породы и частично из растительности, Мафусаил может маскироваться под видом горы, по-видимому зарываясь очень быстро. Спина Мафусаила чрезвычайно прочна и позволяет ему выдерживать мощные атаки. Мафусаил может использовать свои челюсти и массивные рога, чтобы наносить большой урон и большие разрушения. Форпост, в котором находился Мафусаилу, форпост под номером 67, является возможной отсылкой на фильм Тоха «Сын Годзиллы» 1967 года. Когда Мафусаила впервые показали в трейлере Годзилле «Король монстров», многие полагали, что это Ангирус или Барагон. Мафусаил был создан, чтобы показать, что Титаны могут быть частью мира природы, учитывая, что он является гибридом животного, растения и горной породы. Если вы являетесь фанатом кинофраншизы «Монстр Верс» или просто любителем фильмов про Годзиллу, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. И я продолжу радовать вас видео про различных кайдзил. Субтитры сделал DimaTorzok